Аллах, Субханна Таиле, говорит, конечно же, те, которые заслужили, то есть те, которые совершали дурные поступки и их грехи охватили их, они погрязли в своих грехах, они являются обитателями огня. Они вечно будут пребывать там. Аллах, Субханна Таиле, говорит, но те, которые уверовали и совершали праведные деяния, поистине они обитатели рая, и они вечно пребудут в нем. Обратите внимание, Всевышний Аллах, Субханна Таиле, провел четкую параллель. Кто является обитателями огня, и какие их сифаты, какие их критерии. И кто является обитателем рая, и какие их критерии. Аллах говорит, обитателями огня, где они будут вечно пребывать в нем, являются критериями, погрязли они в грехах. Погрязли они в грехах. Когда Аллах говорит у обитателей рая, они говорят, те, которые уверовали, уверовали не просто устами. Аллах говорит, амилю салихат, и совершали праведные деяния. Вера без деяния, она мертва. Вера без деяния, она недействительна. Часто мы можем встречать, человек говорит, я верующий, я мусульманин. И он может бить себя в грудь. Но у него из деяния веры абсолютно ничего нет. Всевышний, Аллах, упомянул критерии попадания в рай и обитателей рая. Это вера и деяния. Аллах говорит, валлядина аману, ваамилю салиха, те, которые уверовали и совершали благие деяния. Потому что совершение благих деяний, это указывает на веру в сердце человека. Когда человек говорит, я верующий, каждый из нас, или из людей, в общем, может сказать, я верующий. Но кто-либо может ему пробраться в сердце и определить, он верующий или нет. Никто не может, знает только Всевышний Аллах. Но его деяния указывают на то, что есть ли у него вера в сердце, либо ее нет. И поэтому Аллах, Субханна Талага, те, которые уверовали и совершали благие деяния, уля и ка асхабу аль-джанна, они обитатели рая, и они пребудут в нем вечно. Субтитры создавал DimaTorzok